Ребят, всем привет! Привет, ребят! Как сказать, в гаражах? Сегодня будем готовить мясо по-французски. Легко измененный рецепт, естественно, не оригинальный. Ну, короче, будем по-вкусному делать с картошечкой, с грибочками, все увидите. Олег, можешь прокомментировать вот этот лайк? Блин, это Гленваген советский. С советских времен, там мужик его больше чинит. Может, смотреть будет, наверное, будет. Короче, он его больше чинит, чем нет. Погнали в гараж. И трещин, он по-французски вообще. Не айс. Пойдем. Перед началом видео полминуточки пиара. Кухмара, посуда, город Кухмар. Предоставили нам кучу всевозможной посуды. Вот такой вот протвешок сегодня будем использовать. Такой довольно-таки увесистый. Наше отечественное производство, повторюсь, город Кухмар, Татарстан, распаковываем. Я думаю, не думаю, а с антипригарным покрытием. То есть ничего не должно прилипнуть. Для гаража нам не хватало кучи посуды. Уже в предыдущих видео использовали эту посуду. Пока ведет себя очень достойно. Только лайки. Ссылочка на магазин будет внизу в описании. Вот такой чудесный противень. Ни китай, ничего. Довольно-таки толстый и увесистый. Сейчас сполоснем его, его будем использовать сегодня в нашем видео. Компания Кукмара. Куча всякой разной посуды, тысячи номинований. Кукмара. Ссылка внизу в описании. Заходи, налетай и торопись, покупай и живопись. Или как там. Ну что, погнали. Нам потребуется, для сегодняшнего рецепта нам потребуется мясо. Мы взяли телятину. В оригинальном, кстати, рецепте идет именно телятина. Сейчас в последнее время многие используют свинину. На самом деле я не вижу какой-то принципиальной разницы, что использовать, какое мясо. Какое нравится больше, такое используете. То есть мясо, помидорки, сыр твердого сорта обязательно. Мы взяли пармезан, майонезик всеми любимый, комментарии, комментарии пишите по поводу майонеза. Лук, картошка, шампиньоны. Из приправок это будет кориандр, сухой чеснок взяли, соль, перец. По приправам быстренько пробегусь тоже. Скажу, что к мясу, кто какие любит приправы, такие используйте. Кто-то может добавить орегано, зиру, смотря с каким мясом. Короче, экспериментируйте. Прованские травы зайдут тоже классно. Ну и ступка, терка и вот эта штука, это не чтобы тесто катать, потом покажу лайфхак. Олег, а что вам могут сказать про майонез? Про майонез могут сказать, что он очень вредный. Ну да, наши такие комментарии. Не ешьте, сделайте лучше самодельный. Замените сметаной, замените сливками. Домашний майонезик у нас покупно. Так что, что надо писать? Да майонез это нормально. Ну блин, не каждый же день, не ложкой мы его едим. Так что, блин, в меру, ребят, все полезно. Приступим с того, что нарежем сначала мясо. Мясо надо резать не толстыми кусками. Кусок должен быть примерно сантиметр, ну естественно там плюс-минус на глаз. Ну не надо их совсем толстыми делать. Вот по сантиметру будет самое оно. Можно чуть тоньше. Повторюсь, у нас телятинка, вот можете посмотреть. Как скажет всем известный дружи, просто нежнейшее мясо. Я думаю, оно получится очень мягкое и сочное. Ну во всяком случае, судя по виду. Камера почему-то другой цвет передает. Какой? Более темнее как-то. Темнее, на самом деле оно розовенькое, да. Чем вообще отличается телятинка от говядины? Говядина, она все-таки более, знаешь, ну такой темно-красный у нее цвет. Вот, а это прям видно, что молодое мясо. Ну и на рынке у нас как бы уже там знакомые есть свои. Как знакомые? Типа знакомые, знают, что постоянно мы их берем. Ну и всегда как бы плохого не продадут. Посоветую там даже какое мясо взять, какой кусок, какой отруб, смотря для чего. То есть, ну такие, хорошая семья. Ну так вот, не знаю, насколько здесь у нас получится порций. Ну если учитывать, что порция по куску мяса, ну сколько здесь уже? 4, 6, 7, ну на 8 человек смело этот противень. Все, мясо у нас порезано, осталось его отбить. Вот почему про лайфхак говорили, не тесто будем катать, мясо будем катать. Вот так вот раскатываем, шучу, конечно. Отбивать будем, ну блин, нечем больше. Кто-то вот этой стороной ножа отбивает. На самом деле его сильно не надо отбивать, просто так чуть. Скалка тоже нормально справляется. Ну и с другой стороны немножко. Вот так вот отобьем сейчас все куски слегка. Конечно же я знаю, что его надо накрывать пленочкой, чтобы не летели там мясные соки и так далее. Но это я так, на всякий случай, кто в комментариях напишет. Ну вот так, оно будет вообще мягенькое. Мясо подготовили, отбили. Убираем его в какую-то гастроемкость. Как по-правильному. Вася так научил вроде бы, да, гастроемкость. Не какая-то посудина, как я люблю говорить. Что сделаем? Чайную ложку кориандра, ступку и чуть-чуть его разомнем. Вот, не знаю, верите, нет, аромат пошел сразу. Просто обалденный. Вот за что я люблю, знаете, не готовые специи, а вот именно свежемолотые. Что в мельницах, ну, прям гораздо, ну, кто знает, те поймут, как бы. Вот оно. Вот так вот. Все, приправляем мясо. Берем кориандр. Немножко. Сейчас все равно все будем перемешивать. Почему я в первую очередь взялся за мясо? Так потому, что у нас будет время ему минуток 15-20, а то и 30, замариноваться. То есть теперь солим. Олег, сколько соли? Соли в ложках, не знаю, в чем уже говорить, кто-то пишет, в ложках говорить. На самом деле, 1,25 жмени, ну, на килограмм мяса чайная ложка, я думаю, это максимум. Перец тоже, соответственно, свежемолотый по вкусу. Ну, а теперь все это хорошенько обваляем, чтобы куски со всех сторон у нас были в специях. Аромат кориандра, это прям вообще бомба. Надеюсь, что я не переборщил с ним, будет все нормально. Да не, в принципе, расходится вот так вот, по всем кусочкам. Классно. Посолили, поперчили, добавили кориандр и сухое чеснок. Ну, на самом деле, это по вкусу. Тоже ароматный. Вот так. Чуть-чуть вотрем его, вовнем. Со всех сторон перевернем. Чтобы везде он попал. Опять-таки, еще раз говорю, не обязательно делать именно так, добавлять именно такие приправы, как я добавляю. Добавляйте свои любимые, и будет вам счастье. Все, пускай у нас мясо теперь полежит, пропитается ароматом приправ. Мы за это время пока подготовим наши овощи. В принципе, тут ничего сложного нету. Порежем картошечку. Картошку режем не толстыми кружочками. Или, не знаю, кто так говорит, Мелмилович, или кто, слайсами. Мне это слово не близко, так что я назову это кружочками. Ну, такими кружками, поскольку здесь по 4-5 мм. Приблизительно, опять-таки, на глаз. Просто, если совсем толстую, ну, дольше времени для пропекания потребуется. Я считаю, вот так в самый раз будет. И так перерезаем всю картошку. Теперь берем подсолнечное масло. Кстати, забыли вначале про него сказать, что-то вообще ни к чему. Смажем противень, буквально вот немножко. Для этого будем использовать кисточку специальную кулинарную. Ну, если у вас нету, можно кусочком губки. Или пальцем. Ну, на крайняк и пальцем можно, почему бы нет. Тем более, в гаражных условиях это даже приветствуется. И края, вот эти края тоже, бока чуть-чуть. Ну, можно еще чуть-чуть. Ну, вот, смазали поднос или какую-то форму для выпекания, которая у вас будет. Нормально. Кисточку в сторонку пока. Первый слой укладываем картошку. Картошку укладываем равномерно, то есть, ну, по всей плоскости. В один ряд она, конечно, не войдет. Сейчас будем разравнивать. Ну, опять-таки, все зависит от количества вашей картошки. Ну, не должно быть ее слишком много. Максимум, ну, там, в два ряда, не больше, я думаю. У нас примерно так и получится. Чтоб не было свободного пространства, то есть, прям, ну, как-то так, плотненько. Диман, а ты любишь мясо по-французски? Да, очень. Я тоже. Это одно из моих любимых блюд. Ну, да, да, почему-то на праздниках, да, ну, принято так. Я люблю в столовой. В столовой, да? Да. В наше время в столовой мясом по-французски не кормили. Шучу, конечно. Не, прикольное блюдо, обычно на праздники делают, ну, вот так примерно. Обязательно посолим немножко. Ну, тут посоли не скажу, опять-таки, на глаз, как вы любите. Мясо у нас тоже уже слегка присоленое, так что, ну, вот так будет достаточно. Кто любит, можно к картошке добавить те же прованские травы тоже. Вот, капельку можно перчика, вот так, буквально чуть-чуть. Для красоты, для вкуса, как говорится. Сверху сразу же можно положить мясо. Тоже не знаю, как у нас сейчас получится, ну, наверное, приблизительно на весь противень и получится. Да, все четко. Тонкий расчет, как говорится. Ну, и вот этот можно подвинуть сюда куда-нибудь. Вот так вот все четенько получается. Теперь порежем лук, помидоры, грибы. Ну, и дальше покажем, что вам делать. Все, соответственно, будем резать тоже, так же, как картошку. Ну, грибы сейчас покажу там на примере. Ну, вот такими вот. Грибы, опять-таки, любые, лесные, даже больше зашли бы. Ну, по мне так, лесные надо для начала немного отварить все-таки. Прокипятить, отварить хотя бы. А шампиньоны их можно сырыми есть. Ничего с ними делать не надо. А лук мы режем тоненькими колечками. Сейчас порежем, ну, и помидорки так же колечками. Порезали лук, ну, и помидоры то же самое, колечками. Ножи, кстати, подточить надо. Вот так, довольно тоненько. Помидорки, конечно, и сезонные, но все же такие есть. Теперь сверху на мясо выложим лук. Немножко распушим. Не знаю, как то, я люблю лук такой. Кстати, будем смотреть по количеству, сколько использовать. Может быть, не весь даже. Ну, так, чтобы на каждом куске, и вот по всей плоскости у нас лучок присутствовал. Опять-таки, все на любителя. Не любите лук, ну, там, ну, чуть-чуть его все равно надо положить в любом случае. Я все-таки считаю, что это блюдо должно быть с луком. Ну, так, достаточно. Теперь можно все это помазать всеми любимым майонезом. Я уже вижу, какой-то комментарий пишет по поводу майонеза. Ничего страшного. Ну, вот, как-то вот так вот. По всей плоскости желательно. Сейчас кисточкой подровняем. В принципе, вся маленькая пачка уйдет у нас на противень. Можно было бы побольше. Опять-таки, кто противники майонеза, да, ну, используйте сметану. Густую сметану можно взять. Все-таки с майонезом мне иногда нравится. И салати. Вкусно. Жирно, конечно, но вкусно. Ну, и сейчас кисточкой немножко все это еще разровнять постараемся. Ну, так просто. Теперь уложим шампиньоны, ну, точно так же, по всей плоскости. Тоже перебарщивать не будем, но так примерно в один слой. Сделаем. Хотя, опять-таки, говорю, все на любителя. Нет таких рецептов, вот, знаете, прямо определенно. Берем, ну, мне не нравится, знаешь, такие измерения, когда говорят, там, берем на один килограмм мяса, там, 600 грамм лука. Ну, а если я возьму 500 или 700, что, вкус у блюда поменяется? Я к этому как-то отношусь так вот. На глаз. Оно же видно, что вот в один слой нормально. А сколько здесь по количеству, точно не скажу. Кстати, шампиньоны у нас все ушли. На самый верх кладем помидорки, чтобы они свою сочность давали и мясу, и картошечке тоже как-то, ну, в один слой. Ну, так. И осталось нам потереть сыр, и все это сверху присыпать сыром. Сыр у нас 200 грамм, ну, опять-таки, можно и побольше взять, кто как любит. Сразу будем тереть прямо сюда, на крупной терке. Все, вот такая заготовка мяса у нас получилась. Мясо по-французски. Вот столько сыра получилось. Сыра, конечно, я бы раза в два, в три больше добавил бы. Но я не мажор, поэтому столько хватит. На самом деле, сыр, ну, дороговатый вот этот пармезан. Можно не обязательно твердых сортов, можно даже твердый с мягким помешать пополам, допустим. Я думаю, еще столько же можно было бы смело добавить. Теперь идем, разжигаем космический аппарат Комадо Джо и продолжим. Разожгли наш гриль, насыпали уже углей. Углей достаточное количество, полный стартер. Теперь поставим отсекатели. Не надо писать, что их надо вниз ставить. Ну, можно вниз, можно вверх, без разницы. Тут самое главное сделать не прямой метод. Просто вот так поставим отсекатель. На них противень. И накрываем все это. Заслоночку пока откроем. Посмотрим сейчас, как пойдет температура. Потом, естественно, с помощью заслонок нижнюю тоже откроем. С помощью заслонок отрегулируем примерно 180 градусов. Ну, будет там 170-190, не суть важно. Расхождение в 10 градусов я не считаю каким-то критичным. Короче, в районе 180 градусов оставляем. На 40 минут через 30 откроем. Посмотрим, что там будет. Через 40 зубочисткой потыкаем мясо и картошечку. Может быть, даже попробуем. Вообще, 40-50 минут должно быть готово. Дома также в духовке на 180 градусов приблизительно 50 минут. Сейчас засекаем время, сколько у нас потребуется, скажем, через сколько сняли. Все, ждем. Прошло буквально минут 5-7. Добились оптимальной температуры. Вот, наверное, 178 градусов. 180 практически. Все, оставляем в таком положении. Как я уже сказал, минут на 40-50. Ветер сносит. Я полетел. Все, ребят, прошел у нас час. Сейчас разрежем кусочек мяса, чтобы убедиться, что все готово. Вот такая красотища. На 100% готово. Но все-таки, знаешь, что? Сразу видно, что сыра и мазика можно было чуть побольше. Ну-ка, ну-ка, что там с мясом? Да полностью готово, вот. Ага, отлично, класс, класс, класс. Ну все, давай. Все, налетаем. У нас уже там на стол все накрыто. Осталось, короче, тарелочкой на дегустацию. Ну все, ребят. С пылу-жару, как говорится. С нами сегодня Антоха, Ярик. Привет, друзья. Давно тебя, где пропадал? Ну вот были дела у меня. Важные государства и важности. Я смотрю, сегодня меня встречает мясом по-французски. Это обалденно. Давно я его не ел. Ну что, раскладываем. Так, блин, так вкусно пахнет, Олег. Вот запах, да. Класс. Ну вот, как-то вот так. О, грибочки. Ах ты мой бог. Пармезан. Чедр. Класс. Чедр. Чедр, кстати, хорошо. Олег, ты знаешь, что мне побольше? Знай, не знаю. Ну сейчас по кусочку съедим, распробуем, а там как бы хватит всем. Да нормально все, она чуть-чуть вот подрумянилась. Вот, со дна к противню ничего не пригорело, кстати. За что, опять-таки, огромный плюс этой посуде кукмаре. Обалденно. Класс. Сегодня, Олег, просто супер уже по запаху. Ну вот это мне, а это Ярику, да. Я думаю, это так и остановится. Ну это у вас. Ну все, начинается дегустация. Да, должно быть очень вкусно. Антон, тебя очень давно не было в наших видео, поэтому ты сегодня первый говоришь. А что, не видно, что я облизываю губы? Ну, ребят, ну я что могу сказать, все как я люблю, очень нажористо, очень кайфово и вкусно. Мясо по-французски это вообще отдельная тема для разговора. Ты дома готовишь мясо по-французски? Да, определенно, да. Я много раз его и смотрел, и у Облового смотрел. Облового, кстати, говерный рецепт, он мне вообще не понравился. Я сделал, и получилось, афратитель. Почему? Честно? Честно. Почему? Он, по-моему, делал, знаешь, как, натертую картошку. Да, мне вообще не понравилось. Я так не пробовал. А потом посмотрел у этого, по-кошеварим, да, по-кошеварим у Виталика. И вот у него обалденно, очень четко все по полочкам разложено. И я, конечно, делаю своих вариаций, тоже грибы, помидорки добавляю. Ну и, конечно, обхожусь без мазика. Хотя это самое... Не, ну ты дружи сильно не критикуй. На самом деле, дружи есть хорошие рецепты? Не, никто не спорит, никто не спорит. Но вот именно мясо по-французски мне не понравилось ни в какой степени. Все понятно. Спасибо, друзья. За, кстати, о, я хочу тебе сказать, то, что телятина абсолютно не испортила вкус блюда. Потому что получилась телятина просто великолепной. Мягенькой, пышненькой. В общем, как надо. Ее прямо хочется трогать руками, а не в том. Олег. Блин, я сижу, слушаю, открыл глаза, честно, широко. Не, на самом деле получилось довольно-таки вкусно. Но, опять-таки, блин, я немного самокритичен, покритикую сам себя. Честно говоря, я ел вкуснее этого рецепта мяса по-французски. Чего не хватило мне здесь? Во-первых, может быть, я помню, ну, даю совет такой. Может быть, порезать мясо чуть тоньше и чуть посильнее отбить. И второй вариант. Это добавить все-таки, наверное, ну, майонез многие начнут критиковать. Хотя можно и майонез. Или сметану. Ну, прям сантиметровый слой сверху. Чтобы получить вот эту вот сочность. Она запечется. Ну, что майонез, что сметана. Либо сливки. Да. Либо жирные сливки. То есть, это было бы более сочное. Более прям, знаете, ну, по усам тепло, а в ротные капли не попало. Типа того. Ну, немножко для меня все-таки, ну, вот, влаги здесь нет. То есть, все-таки чуть должно это пожирнее быть. Оно и так жирно. Оно вкусно, нажористо. Очень вкусно. Ну, вот, еще пожирнее. И сверху сыра. Сыра вообще не жалейте. Можете взять моцареллу, ну, если есть деньги. А можно смешать, кстати. Смешать. Моцареллу и чедра вообще расплавится быстро. И пармезан. Можно слоями даже этот сыр. И тоже слоем. Слоями. Слоями сыра. Вольфик слушать. Блин, пробуйте, экспериментируйте, как говорится. Но это офигенное блюдо. Все равно офигенное. Ем лучше, но это офигенно. Лайк. Лайк. Ребята, ну все, заканчиваем видео. Что я могу сказать по этому рецепту? Попробуйте сделать из свинины. Потому что когда-то я ходил в столовую и ел постоянно такое, любил такое блюдо себе покупать. И оно было из свинины. И побольше всегда был слой вот этой, я не знаю, как назвать этой штуки, которая сверху. Ну, типа подушки. Да, подушка. Вот этой подушки было много. Шубы, да. Там было много майонеза и, наверное, сливок или еще чего-то. Может быть, чесночка. Поэтому я вот всегда любил мясо по-французски. Ребята, а кому понравилось видео, как всегда, палец вверх. Кому не понравилось, тоже лайки. Ну и все, подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Колокольчик, ну все как обычно. Все ссылки в описании. Кому понравилось, прям лайк, лайк, лайк. Да, давайте наберем там, ну, хоть 5000 лайков. Ну, это немного на самом деле. Ну, все, ребят, всем пока. Пока, ребят, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok